Приветствую всех возле микроскопа под микроскопом моя от Романтина тестовая к чему этот весь ролик значит верх подвода у нас то что вверху у нас находится это верх подвода то что внизу это низ подвода верх подвода у меня отработал брусок медно-оловянный 10 дробь 7 внизу отработал брусок органика 7 дробь 5 алдимовская теперь посмотрим разницу между грузки конечно микронность разная сверху 10 7 а снизу 75 да еще и органика с медно-оловянным не связывается но хотелось бы посмотреть разницу поиграю светом а для вас будет размышление для размышления так сказать посмотреть следующий ролик я 75 перенесу уже вверх перекрою риску 10 дробь 7 наложу туда риску 7 дробь 5 органика уже посмотрим если это будет для вас интересно любопытно так как отработала органика внизу вверху отработал медно-оловянный брусок к сожалению у меня нету возможности сравнить два буска если бы было бы два буска одинаковых 7 5 и 7 5 либо 10 7 и 10 7 но говорится пока что имеют и покажу интересную структуру работал сош как там так и там работал сошь со своей так ну на этом все пошел работать дальше так отработал я брусочком органика 7 дробь 5 пересмотрим результат работаем теперь на данный момент я хочу сделать микроподводик ну как микроподводик я подниму его в 0 10 и посмотрим насколько он быстро там съемит съем металла произойдет либо полностью в подвод выйдет потом либо микроподвод сделает на 0 10 и работать буду байкалитом со суспензией гуан-си хочу такую такую работу сделать в принципе байкалит можно купить гуан-си тоже можно купить распространен ничего такого выдуманного камня вместе с лурика можно сделать нужно если я сделал каким-нибудь японским она вряд ли кто-то его найдет а гуан-си можно найти даже вплоть на алиэкспрессе купить камень и отколоть оттуда вот и отпилить кусочек дело с него сурик какой-то результат получился от брусочка точнее надо от брусочка синдра 5 органика лгин работал со своим суш ты какой-то результат поверхность конечно интересно красивая в принципе оценили заценили поехал я теперь байкалитом поработаю так на посторонние звуки не не отвлекайтесь это работает 3d принтер в одной так сказать комнате стоит где я снимаю так итак смотрим результат байкалит плюс суспензия с гуан-си 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 наносил суспензию сначала пшикал водичкой набивал суспензию пару-тройку капель своей сошь и вперед работать работал как обычно с песочными часами где-то около шести минут работал на зерно и от зерна в обе стороны на зерно не проходил я уже поднял я на 0,20 смотрим результат вот у нас режущая кромочка получилось фото просто вставлю уже в край видео там я суспензию сфотографировал на байкалите посмотрите отработал конечно хорошо быстро на нержавейке байкалит со суспензией зачем алмазная паста у меня еще есть чарлик сейчас чарликом попробую потом есть у меня еще хиндостан есть кусочек юра подарил спасибо ему и вот этот же гуан-си кусочек мне подарил тоже юра результат вот такой вот результат в принципе обглядели об смотрели комментируйте понравилось не понравился кожей я не проходил это чистый как говорится чистая работа без кожи и это после бруска 7 дробь 5 так сейчас вес куда же без реза бумажки на сделаем рез бумажечки вообще после гуан-си рез хороший даже если самим гуан-си отработать с водичкой или с пензией с маслом для нержавейки мне очень нравится гуан-си тем более камушек дешевый сам по себе и доступный доступнее чем сунгари и работает он гораздо как по мне гораздо лучше чем сунгари доводится он на своей суспензии его можно довести что не сделаешь сунгари такого как говорится каждому свою на этом все всем спасибо всем пока до следующих роликов сунгари Продолжение следует...